Привет, друзья! Большинство людей любит котов, ну и собак тоже, но все-таки любителей котов, но чуть-чуть побольше. Итак, переносимся в 1880 год, когда еще не было фоторедакторов, ну и компьютеров, конечно же, тоже зато были художники. Именно в то время пользовались огромной популярностью иллюстрации английского художника Луиса Уэйна. Так что мы сегодня поговорим именно о нем, о Луисе Уэйне. Этот самый художник и иллюстратор придумал изображать кошек в человеческих ситуациях. Ну, например, как коты загорают на пляже, так же, как люди играют в карты или в гольф. Ну, в общем, вот такие ситуации. Фантазия Луиса Уэйна была настолько богатой, что позволила художнику проиллюстрировать около ста детских книг. А еще его рисунки регулярно опубликовались в газетах и журналах. Немного попозже эти самые коты не только стали появляться в человеческих ситуациях, но еще и стали ходить на задних лапах, носить человеческую одежду. И даже мимика у них на мордочке была тоже человеческая. Это сейчас нас не удивишь никаким котом в сапогах, который ходит на задних лапах, да еще и в шляпе. А раньше, вот как раз в конце 19 века, это была диковинка. В 1907 году Уэйн отправился в Нью-Йорк, где рисовал комиксы для газет знаменитого в то время издателя Уильяма Хёрста. Какие неприятности у него там произошли, об этом история умалчивает. Но дело в том, что когда он уезжал в Нью-Йорк, он был таким милым человеком, мягким, пушистым, добрым, отзывчивым. А вот когда вернулся обратно, он стал полной противоположностью злым, агрессивным, таким вот жестким человеком. Особенно он проявлял эту агрессию к своим сестрам. А у него их было целых четыре и к своей маме. Вот представляете, четыре сестры и мама, и он шесть человек, и все под одной крышей. Когда Уэйну было 23 года, он женился на гувернантке своих сестер. Ее звали Эмили Ричардсон. Женщина была старше его на 10 лет, а в то время такая большая разница в возрасте, когда женщина старше мужчины была, ну, что-то из ряда вон выходящее. Вскоре у Эмили обнаружили рак, и уже через три года ее не стало. А в то время, когда она мучилась с болезнью, она находила хоть небольшое, но очень приятное утешение. А в своем котике, котика звали Питер, она с ним играла, ласкала его, так вот, ну, тисюкала с ним, как сейчас говорят. И муж это видел и понимал, что он может надрессировать кота, что больше еще порадует свою хозяйку. Так и получилось, кот делал разные трюки, и в это время, пока супруга с ним нянчилась, с котом, а муж сидел и делал зарисовки. Вот так и получилось, что он после даже смерти своей жены продолжал рисовать котиков. Однако жизнь непредсказуемая штука, и мы не знаем, где можем оказаться через несколько лет, но зато знаем, где оказался в 1924 году Уэйн. Он оказался в Спринфилдской психиатрической лечебнице. Художник уже был знаменит, и журналисты не дремали, они были, как обычно, в погоне за сенсацией. Спустя годы, сто лет, ничего не поменялось. Так вот, они узнали, в каких условиях в психиатрической лечебнице содержится знаменитый художник-иллюстратор, а условия оказались, ну, так себе. Они перевели сначала в знаменитый Бедлам, а до этого он содержался в нищенской психиатрической лечебнице. А затем в более комфортное учреждение, дайте мне это выговорить, Хартфордшир с прекрасным садом. Было много-много котиков, потому что рядом был приют для котов, и коты туда захаживали. А что ему нужно было? Конечно же, общение с котами он очень любил и продолжал до конца своих дней делать чудесные зарисовки. Так почему же художник-иллюстратор вообще оказался в психушке? Существует предположение, что Уэйн страдал такой вот формой шизофрении, которая была вызвана таксиплазмозом, чей, кстати, возбудитель переносит в том числе и коты. Ирландский психиатр Майкл Фиттиджерайт считал, что у Уэйна был синдром Аспергера. По его мнению, работы Уэйна со временем становились все более абстрактной, но при этом мастерство и техника не ухудшались, как обычно это происходит у шизофреников. Его коты-калейдоскопы часто цитируются психологами в качестве иллюстрации развития психических расстройств. Предлагаю прямо сейчас узнать интересные факты из жизни котов. У нас, кстати, в студии сейчас как раз эксперт по котам, а заодно по совместительству и художник Анна Босина. Встречаем! Здравствуйте! Меня зовут Аня, и я действительно являюсь экспертом по котам. Я расскажу факты, некоторые факты о котах, и в этом нам поможет мой сотрудник, а именно Грейса. Ладно, она пока что погуляет, а я сейчас буду рисовать и рассказывать первый факт. Если наш художник рисовал котов в человеческом обличии, в разных ситуациях, то я примерно так всегда и котов рисую. Такой вот цвет мне подойдет. Коты могут видеть призраков. Об этом, наверное, все знают, но думают, что это просто миф. Но все может быть. Абсолютно все может быть. Сначала просто играют, играют, спокойно себе веселятся. И тут что-то их встревожило, и они начинают смотреть на то, чего просто нету в комнате. Возможно, это была мелкая мошка или еще какое-то мелкое насекомое. У котов в несколько раз лучше зрение, обоняние и слух. Школа у нас в экологически чистом районе, и туда ходит котик. На дворе сейчас начало лета, начало каникул, но у него плохие оценки получились. Четверть неудачно закончил, бедняга. У вас есть домашние животные? Возможно, так ведут себя собаки, но у меня не было никогда собаки, и я не знаю насчет этого. Ваш питомец в нем ласкается с вами, валяется на пузике, а ночью носится, как угорелый. Не надо сердиться на котов. Я сейчас хрошу полянку, ну, или пришкольную территорию, называйте, как хотите. Коты – это ночные животные. Котики раздомашились, и им просто не на кого охотятся. Так, сейчас чуть-чуть расскажу о моем коте. Он и днем, и ночью спит, он вечно спящий. Он потому что уже старенький совсем. Ему надо памятник при жизни возвести, он мышей еще уловить может. Один из приколов. Наверное, все видели в интернете, как ложат, пока котик ест ему огурец, а котик, когда замечает, его пугается. Так делать не надо. Обычно возле Мески еще лоток есть. Ну, то есть, вот это пространство, он, котик привык, что это его пространство, где его никто не тронет, никто не обидит. То есть, безопасное пространство. Появляется какой-то неопознанный объект. Кот не знает, что это огурец. Это может плохо закончиться. И для кота, и для вас. Кот может искать в вас защиту и нечаянно вас поцарапать. Кстати, вот сейчас вот мой ассистент Грейса терлась об мою руку. Это происходит, потому что там есть железы пахучие. И так кот помечает вас, чтобы отвадить от других котов. Тут небольшой каблучок. А тут, тут тоже самое. И вот тут делаю вот такую штуку, держалку. Сейчас я раскрашиваю портфель. Точно, надо сначала глаза белым сделать. Они вот так вот чуть-чуть повернуты. Я так изобразила грусть. Кстати, возможно, заметили, у надписи «Школа» буква «А» улетела. Вот «Школа» уезжает вот так вот, а буквы тоже съезжают в другую квартиру, видимо. Следующий. Это олень. Где ты тут оленя увидела? Вот слезы. Раскрашиваем дневничок. Теперь я беру вот такую вот тонюсенькую кисточку. Беру красный цвет и ставим. Сначала рисуем вот эту палку и два. Два. Вот такой вот кот у меня получился. Это конец последней четвертой четверти. Окончил неудачно два-два. И лед грустненький со школы. Но это не конец. Так что Грейса прошли. Все, наверное, видели, что иногда пушистик перед вами ложится на спину и начинает кататься. Иногда он может привлечь вас к небольшой игре. Это место у него очень чувствительно. Он вам доверяет. Грейса, подними головку. Вот эти вот усики. Вот здесь вот. Некоторые, наверное, думали, что это брови. Это не так. Это такие же усы, как вот эти. Они помогают ориентироваться в замкнутом пространстве. Ну вот, например, уличный кот за едой зашел в какую-нибудь трубу. А там темно-темно. Вот совсем ничего нет. Коты видят в темноте за счет того, что их глаза отражают свет. И они просто видят. А если там совсем нет света, то что им делать? Эти усы действуют как ограничитель. То есть он знает размеры трубы. И знает, пройдет он там или нет. А на этом я должна с вами попрощаться. Если у вас есть какие-то проблемы с поведением котов, обращайтесь. Я вас проконсультирую. С вами была Босина Анна Александровна, эксперт по котам. Животное с девятью жизнями с человеком примерно девять с половиной тысяч лет. Кошки и коты на интуитивном уровне чувствуют обстановку. А еще они очень осторожны и непредсказуемы. Хорошему хозяину в знак признательности коты принесут только что пойманную птичку, мышку, ну или рыбку из аквариума. В общем, если в вашем доме нет кота, обязательно заведите и не пожалеете. Хотя нет, пожалеть можете. Просто попытайтесь понять причины, почему котик ведет себя плохо. А если у вас не получится в этом разобраться, тогда нужно обратиться к кошачьему психологу. Да, есть такой специалист, а точнее зоопсихолог, который разбирается в проблемах плохого поведения животных и ищет их причины и устраняет их. В общем, все будет хорошо, подумайте. А если вы решили стать художником, то тут и думать нечего. Краски всегда украшают нашу жизнь. С вами была Мария Нестерова, художник и любитель творческих экспериментов. Пока-пока!